всем привет у нас лекция внезапно но не внезапно потому что это было известно по теме парадигмы программирования вот эта лекция должна была быть последним в этом семестре но так случилось что я читаю раньше меня попросили поменяться местами давать им вот тем не менее она лекция будет содержать какую-то часть такой заключительных слов не обращайте внимание я перед тем как будут немножко повозились с ключами с аудитории говорил про то что по сути все эти парадигмы которые мы рассмотрели в любом случае воспринимаются как некоторый большинством из нас не всеми как некоторые дорезы к процедурный то есть императивный парадигме вот это связано с тем что наше бытовое рассуждение устроено императивно мы планируем наши действия как цепочку действий вот я по условное действие как те же самые ту же самую цепочку на зависущую от проверки условий вот тем важнее тем важнее осваивать другой подхода другие подходы потому что очень много мы это в быту тоже видели очень много бытовых задач превращаются в дурацкую рутину в гиперусложненный алгоритм выражены императивно вот а в других в других парадигмах это оказывается гораздо проще ну вот значит раз уж мы начали говорить вообще про другие парадигмы еще пару слов о том чем о чем не будет вообще разговоры в этом семестре вот значит есть две с половиной темы которые хотелось бы как-то осветить которые наверное являются интересными подходами и возможным вариантами парадигм но на это не хватило либо инструментов либо времени либо как ни странно эти темы стремительно устаревают значит первое важный момент который был там еще пять лет назад в этом курсе это всевозможные даже не домен специфик а вообще обусловленной средой программирования вот программирование обусловленной средой имеется в виду вот что ну во первых имеется до любые домен специфики языки когда у нас уже есть жестко заданная среда внутри которой нам нужно осуществлять свои защита алгоритмические фантазии и эта среда слабо похоже на слабо похоже на ну тут от бытовой будто бытовое окружение с которым мы работаем в обычном случае вот ну например там за суббуды мусы быть какие-то таблицы так исторически сложилось да зачем таблицах есть а нет базы в базах таблицы ну короче куча всего какой-то язык запросов искали тем не менее нам тоже в этом всем нужно уметь строить алгоритмические полные хотя бы актуально алгоритмически полные фрагменты вот другая сторона средового средового обусловленного программирования это ли это что то что называется языки склейки представьте себе что у вас уже есть какая-то операционная среда которая позволяет оперировать достаточно широким полем объектов мы не знаем файл вот у вас есть операционная система и там добрый там четверть наверное хорошо десятая часть неважно много инструментов управления операционной системы это работа с файлом их можно копировать преобразовывать как текст и всевозможными способами резать на кусочки склеивать так далее так далее так далее и вообще говоря для того чтобы написать нечто работающие с файлами не нужен в вашем языке программирования не нужны инструментов которые внутрь этих файлов залезают за это у вас отвечает та самая операционная среда но условно говоря если мы спускаемся конкретному примеру к линук с его командами коих там несколько тысяч вам хватит всех этих команд для того чтобы решить вашу задачу чего чего вам не хватает это языка склейки чтобы эти команды можно было как-то вот друг другу приклеивать суперпозицию их работы производить и тогда вот типичный приблизу пример языка склейки это шел и еще был такой язык почему-то стремительно уходит в прошлое хотя гораздо более гениальный чем шел это первое это первое значит чего у нас не будет вот еще чего у нас не будет это языков в которых обработка обработка данных обусловлены контекстом этих данных мы с вами знаем в любых языках программирования особенно в оперативных есть условные операторы которые могут проверить наличие или отсутствует ну смысле свойства там данных как которых мы захотим но некоторые языки организованы вообще в обратную сторону мы сначала определяем контекст на который применяется наш кусочек а потом этот кусочек применяем вот мы помним в первом семестре у нас были нормальные алгоритмы марка вот как раз типичный пример контекстного условного подхода мы говорим какую последовательность слов на какую последовательность слов заменять вот если она найдена контекст найден действие выполняется вот это вообще ведет к такому подвиду функционального функциональный парадигма который за чем играется все выражается это вот в общем примерно то же самое только уже более удобной форме предпособлены для написания программ а отчасти отчасти черный райт можно черт играть в чем играет умеет хаскель когда вы пишете вот самое выражение через двоеточие там что ли я не помню вот или через стрелочку забыл но есть языки были языки которые гораздо больше на это нацелены вот в первую часть рефал язык между прочим разработаны российскими российским программистом вас и его довольно долго преподавали здесь на как-то алгоритмических языков и я даже пытался возродить его потому что на самом деле рефал сообщества существует существует язык рефал м современный которым занимаются люди но все это очень дис практика на нем не пишут ничего хотя я в прошлом году видел двух студентов которые защитили свои свои значит дипломы вот написав чего-то на рефаль вот рефайл это чистый черный дает он вот так вот и выглядит вот 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 слева выражение справа установка и фильтр вот значит еще более старый язык тоже который когда-то при продавался это planner вот значит он немножко как лист но все равно увидите опять что-то во что-то есть более современный язык программирования кто называется пьюр он был бы даже современным и автор не кто любит гармит грех он занимается этот самый грех обработка мультимедиа и понятное дело что язык термировать на обработку мультимедиа очень хорошо ложится потому что вы делаете паттерн этот паттерн надо обрабатывать или ловить в потоке и дальше ушел вот это все вот но он совершил стратегическую ошибку он написал этот свой язык пьюр примерно вот там в шестнадцатом году на базе компиляторы левым вот а если вы что-то пишите на базе компиляторы левым вы быть должны быть готовы к тому что с выходом следующей версии левым все у вас все перестанет работать потому что они опять поменяли один они опять поменяли обе сделали уже наверно раз 20 тех пор хорошо 10 альберт он поскольку он ученый они программист он говорит на слушайте но скачивайте тому любым 3 что ли я забыл и компилируете во всем будет хорошо вот так что язык в общем-то живой видите но не очень но он такой он выглядит как питом плюс хаскель в одном флаконе интерпретатор в общем очень островный язык я его очень хотел монет вот я и точно нет сейчас скажу какой любым ему нужен не скажу какой на неважно такие дела нету вот есть еще подвид и на этом мы закончим бла-бла на сегодня есть еще подвид тоже контекстно обусловленной обработки когда контекст задается какими-то специальными выражениями вот внутри этого контекста обработка идет уже вполне себе императивно правда понятное дело что поскольку контекст обычно привязан к свойству входных данных это либо строки и тогда у вас обработка строк в первую очередь либо вообще для какой-то доме специфик и тогда у вас понятное дело какие-то функции доме специфика относительно того тогда на котором вырабатываете вот и здесь тоже есть целая целая плеяда такая вот есть примитивный текстовый редактор set потуховый текстовый редактор такой тексту редакции для которого пишите программу у нас был в курсе по линукс вокруг него то есть дальше идет уже языка а века между прочим а века это ахо вайнбергер и керниган то есть такие три значит столпа зари компьютерной науки вот который уже выглядит так что вы в помощью специальных регулярных выражений указываете контекст которому применяется ваш фрагмент кода а потом пишите фрагмент кода на некотором сиподобном языке вот ну и опять-таки легендарный перл на котором все вообще можно в нем сделать можно абсолютно все вот бесконечным числом способов никто не знает какой из этих способов лучше вас на языке перл не надо запутывать код чтобы было сложно читать потому что он сразу такой в общем хороший язык очень странно что он уходит в прошлое так вот мы будем не говорить не про это а будем мы говорить про еще одну алгоритмически полную и про еще один алгоритмически полный формализм который называется макро языки и макро подстановка сначала немножко про то зачем все это нужно потому что у каждой парадигмы должна быть своя область задач который мы решаем значит нужно это для того чтобы в первую очередь параметризировать текст то есть вас есть входной текст его надо как-то преобразовать чтобы получился выходной текст где что-то там такое вот обработано поменено в отличие от других языков программирования где программа у нас лежит отдельно а входной текст обрабатывается отдельно у входных данных да в языке макро подстановки встроен таким образом что прямо во входном тексте внезапно встречаются вот эти макро команды которые должны быть обработаны и в разрешении тексте собственно есть сами определение этих макро команд не терминалов да а также текст который содержит помимо себя еще не терминалы не терминалы можно отличить от текста как-то да и когда макро процессор встречает не терминал он его заменяет на тело этого самого определения которое дано раньше ну и так до тех пор пока в выходном тексте не останется ни терминалов то есть он станет гладким вот собственно все весь принцип макро подстановки вот соответственно где этом встречается например ситуации когда у вас текст вообще-то уже почти похож на настоящий там надо заменить только некоторые там не знаю фамилии или константы еще что-то такое мы хорошо знаем макро процессор который в языке программирования вот вот это ровно он за исключением того что все-таки сишный при процессор он ни разу не алгоритмически полный вот кажется ну и вообще он не для того чтобы на нем программировать да он для того чтобы на нем собственно заменять части текста каким-то более аккуратными более аккуратными и понятными содержательно понятными кусками вот еще довольно много прямо по определению довольно много инструментов работающих по принципу макро подстановки это инструменты собственно форматирование текста вот я при выбрал в качестве примера формат ров в к на котором все написаны эти самые монтейджи строки руководства в юниксе линуксе вот что-то не вижу примера скажите мне пример давайте зачем зачем чё далеко ходить сейчас мы вам покажу пример могу вам вот если мы считаем man вот так вот да то нам он уже предстает форматировано ведь вот а мы можем уже смотреть за я так делаю ну хорошо зма и нет тогда зма и а закат а что там хз атака есть а есть вот ну вот а вот так он выглядит на самом деле да как видите текст сопровождаемый всевозможными макро командами которые в основном описывают именно разметку да значит вот все вот эти и это типа italic b это болт ну и так далее рэд ролл значит не форматированный вот тут вот таблица явно какая-то да эта таблица короче говоря вместо вот этих команд их параметров становятся какие-то другие текстовые куски возможно тоже содержащие команды параметр типичный пример макро языка обработки текст вот значит это был пример того когда выходной текст похож на входной но мы с вами значит вот с некоторыми здесь присутствующих в лекциях по линуксу видели что иногда бывает не так иногда бывает текст написанный чисто на языке макро подстановки настолько мощная инструментарий под этим лежит что потом и вы узнать нельзя сейчас давайте прям прям вот но хочу это показать сейчас где-нибудь тут есть у меня чтобы был конфигурят и вместе с ним конфиг сейчас давайте посмотрим нет тут есть только конфигурят тогда надо сейчас вот берем первую попавшуюся первую попавшийся каталог вот 4 тороплюсь ну вот значит вот смотрите значит ой давайте еще раз вот у нас есть исходник это в этом исходнике есть конфигурят конфигурят выглядит вот так я почему так подробно по нему раз про него рассказываю потому что мы будем сегодня говорить про тот язык программирования на котором эта штука написан если что вот как видите это очень похоже на вызов каких-то макросов вот они синеньким выделены голубеньким вас вот 39 строчек какого-то файла содержащего судя по названию нас конфигурят чего-то настройку чего вот вот те кто ходил на лекции по 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 разработке в linux видели все это уже несколько раз да вот так вот из этого файла с помощью того самого при процесса макропроцессор который называется m4 внезапно на гене из гиги лица файл под названием конфигурию и этот файл почти из 6000 строк однозначно соответствует тому конфигурят который мы сейчас видели если долго искать можно даже найти какие-нибудь строчки которые значит совпадают вот в них но не знаю вот давайте вот этого чувака поищем выходных строчках вот тут есть вот тут есть вот тут есть вот тут есть ну короче вы меня поняли до на вставляли значит я задал макрос этот макрос наставлялся выходной такие вот дела нет очевидно что где-то были еще исходные тексты в которой раскрывались эти наши макрос например там был макрос проверить есть ли такая библиотека он раскрывается в последовательность команд shell а файл этот уже на шелли как видите в последовательность команд шелла которые реально пытаются создают файл пытаются скомпилировать библиотека и проверяют код ошибки вот так что не всегда он похож почти всегда тоже почти всегда выходной текст в общем то состоит из последовательность тех же из тех же элементов что и входной то есть мы фактически обрабатываем поток последовательность макросов в потоке соответствует последовательностью кусков текстов которые эти макс раскрыть вот кстати несмотря на то что там был почти 6000 строк конфигуре это реально раскрытый макрос в конфигуре друг за друг вот то есть текст воспринимается именно как потоком в котором надо просто возвести макроподстановку так еще немножко бла-бла значит это были примеры до примеры из real life а я наверное еще приведу примеров а потом мы займемся конкретно м4 что может потребоваться в таком в такой постановке задач в первую очередь у нас в отличие от обычных языков программирования нету четкого понятия лексе мы потому что любой текст является входным текстом для языка макроподстановки это значит что нам нужно как-то договориться с теми людьми которые порождают текст чтобы они эти люди не писали в своем тексте того что на самом деле является ну не знаю там заранее заданными макросами нашего языка макроподстановки или какими-то синтаксическими конструкциями нашего языка макроподстановки в других языках программирования проблем нету да там есть проблема кавычек как вывести сообщение с кавычками заключенные в кавычки но это не такая страшная проблема а в языке макроподстановки реально мы должны договориться ну например пробелы до пробелы являя не могут являться частью синтекса пробельные символы а это такие специальные символы в нашем тексте ну слава богу в текстах обычно бывает именно так вот но опять-таки да в общем с пробелами будут проблемы экранирование как сделать так чтобы выходном тексте кусочки которые соответствуют синтаксическим конструкциям языка макроподстановки не воспринимались как таковы 20 ну в частности в сами макросы могут быть переданы в качестве использоваться в виде строки а потом разэкранироваться есть 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 операция обратное экранирование расковычиваем условно говоря в кавычках передали это просто строка кавычки выбрали это уже макрос который следует раскрывать поскольку почти всегда выходной входной текст воспроизводится структуру входного то есть да мы рассчитываем на то что текст это поток но поскольку все-таки так бывает не всегда иногда бывает нужно манипулировать несколькими потоками то есть буквы грубо говоря представлять местами куски текста возможно возможно идея макропроцессора как обработчика строк а мы с вами будем работать именно с таким эта идея несколько ограничивающая и в нашем конкретном случае каком-то другом строками будет являться что-то более иное не 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 просто там последовательность ему с переводом строки в конце что-то другое вообще говоря макросу все равно в масштабах какого контекста работа вот и вообще неизвестно что такое текст на самом-то деле это мы воспринимаем как текст и последний слов с пробел спасли строк состоящих из слов с пробелами а на самом деле в каком-то домен специфик макро языке мы в такой сегодня одним глазом заглянем или даже просто я про него скажу попробуем заглянуть покрыть вот в домен специфики языке там вообще может речь идти не о строках не о словах о чем-то совершенно другом и тем не менее макро подстановка будет работать ну вот что еще ну когда мы программируем например нам нужна арифметика и всякие вот такие штуки вот всякие вот такие штуки поэтому не очень понятно как в языке макро подстановки вообще заниматься такими важными вещами вот и нам наверняка понадобятся какие-то за заранее заданные макросы чтобы выполнять вот эти стандартные привычные программисту операции вот но мы не подумали о том а нужна ли нам вообще алгоритмическая полнота в таком языке в большинстве случаев когда мы используем от и макро подстановку нет не нужно да за счет поскольку задача параметризации текста в этот текст значит параметризуем всем хорошо но вообще говоря макро подстановка является парадигмой и алгоритмически полный форм алгоритмическим полным формализм смотрите помните первую лекцию да что нам нужно у нас нет четкое определение алгоритмической полноты мы можем только доказать ее написав с помощью одного инструмента эмулятор другого инструмента который известно что он алгоритмический пол но косвенные признаки все налицо значит аллигирование данных то есть способность ссылаться на другие да да она примерно как функциональном программировании в случае макроса это данные вы ссылаетесь на другие данные по связыванию определяете макрос в нем формальное имя параметра переданного когда вы передаете в макрос для того чтобы он раскрылся какие-то конкретные данные они раскрываются на месте этого параметра по связи вот соответственно основной инструмент аллигирует параметризации мы передаем куда-то конкретные значения а в определении этого куда-то до используем некоторые некоторые липсему некоторые имена соответственно контекст олигирования то есть то место внутри которого мы распознаем что это за слово бла-бла-бла, да, там какое-то, что за слово вар. Этот контекст реагирует как раз внутри вызова макроса. Макрос с именем таким-то, мы его вызываем, там происходит установка. Теперь второй косвенный признак – действия определяемыми свойствами данных. То есть когда, как нам в случае, во случае выполнения или невыполнения каких-то требований к данным, выполнять или не выполнять какой-то набор действий. Обычная проверка происходит на контекст. Вот мы передали какой-то набор фрагментов текста в качестве параметров. Если он пустой, то это одно, если он не пустой, то это другое. Или мы передали как бы два текста, мы их сравниваем прямо внутри макроса. Если это сравнение истинно, значит, если два фрагмента одинаково сопоставляемых, то это значит одна часть условного оператора, если можно, другая. То есть такая штука вполне в макросах выполнима. Отдельно надо проверять, для того чтобы сделать предположение о логеритмической полноте, отдельно надо проверять возможность итерации, потому что действия определенных свойств данных могут быть так устроены, что они однократные. Ну, например, помним, что в архитектуре фон Неймана и то, и другое, и действия определенных свойств данных, и итерация обеспечивается одной и той же группой инструкций, а именно инструкции условного перехода. Мы проверяем свойства и переходим либо назад, либо вперед, и это будет условный оператор, либо назад, и это будет цикл. Ну вот, в случае, разумеется, функционального программирования и макроподстановки у нас нет никакого последовательного выполнения как такового. Вот, у нас есть только текст. Поэтому итерация у нас реализуется рекурсией. Если мы раскрыли текст, ну, какой-то текст с нетерминалом в текст с нетерминалом, то нам придется снова раскрывать этот текст. Если мы опять раскрыли текст с нетерминалом, то это можем делать сколько угодно раз до тех пор, пока какое-то условие не скажет, не позволит нам раскрыть текст уже в гладке текста. Вот вам, пожалуйста, рекурсия нормальная такая. Причем как примитивная, так и частная. Так что, похоже, алгоритмической полнотой макроподстановка обладает. Обладает ли алгоритмической полнотой язык М4, про который мы сейчас будем говорить, не знаю, но думаю, что да. Я думаю, что, по крайней мере, я могу написать на М4 транслятор любой схемы нормальных алгоритмов Маркова, чтобы получился на М4 же код, который произвольный текст обрабатывает и, собственно, как нормальный алгоритм Маркова работает. Так что, наверное, да. Так, еще немножко разговоров, к сожалению, и мы уже переходим к... Я же говорил, эта лекция планировалась как последняя, поэтому... Разговоров осталось мало. Значит, история языков макроподстановки примерно такая. Вот в английской википедии. Обратите внимание, что они очень старые. Старше вот того же ГПМа или МЛЯИ. Только фарт-раунд, наверное, из языков программирования. Вот. И это связано вот с чем. Дело в том, что древние люди, программирующие исключительно в машинных кодах, потому что ничего другого не было, столкнулись с проблемой, что на разных архитектурах или в машинах разной конфигурации, потому что в этих 60-х годах компьютеров было несколько штук, ну, хорошо, несколько сотен штук, и они друг от друга немножко отличаются. Одна и та же программа может не работать нормально, потому что у вас там разный объем памяти, разные какие-то, значит, специфика внешних устройств. И они додумались до того, что можно написать некоторый универсальный текст, естественно, в машинных кодах, но в тех местах, где содержатся потенциально различные для различных архитектур куски, например, размер памяти, адрес внешнего устройства и так далее, поставить макрос, а потом его раскрыть. И вот в таком, значит, в таком ключе лет, наверное, 20, эта вся система макроподстановки, собственно, нет, не 20, все-таки 10, для зарождения языка Си, эта система макроподстановки и существовала. Она была предназначена не для обработки текстов вообще, она была предназначена для обработки как бы универсальных машинных кодов. Я лично имел дело с системой генерации операционной системы, то есть язык развертывания операционной системы, она называлась Пагер. То есть у нас это на PDP-11 был такой, значит, это было в прошлом сети, причем не в самом конце, на PDP-11, кстати, PDP-11 архитектура, на которой Unix первый был написан, большой, PDP-9, потом PDP-11. Значит, это был такой язык, препроцессор, макро, который брал некий образ системы и разворачивал его на жесткий диск у компьютера в сообразные его компьютера свойства. Вот, собственно, он был, потому он назывался генератор системы. Потому он назывался, как это, ПА, не помню, что такое ПА, не помню, генератор. Как ни странно, до какой-то степени макроподстановки живы, вот, но, значит, они, как правило, все равно имеют вот такой вот немножко вид. Сейчас покажу, какой они имеют вид. Вот. Вот довольно современный проект, значит, современный проект языка, который называется P-expander. Слово P-expander недвусмысленно указывать нам на то, чего именно он expander. Вот, естественно, питона. Вот. Выглядит этот. Примерно так. Обратите внимание, ровно та задача, о которой мы с вами говорили, да, параметризация текста. Но, и это основное свойство подавляющего большинства языков макроподстановки, которые на сегодняшний день живы, за небольшим исключением, о котором мы сегодня будем говорить, буквально на следующей странице начинаются таблетки имени питона. Как там говорил кум тыква, да, когда не хватит кирпичей, я бумагу приспособлю. Вот если мы не хотим решать нашу задачу в парадигме макроподстановки, мы решим на питончике в самый обычный вот такой парадигме. Но, между прочим, получается довольно интересно. То есть, если вам нужно писать действительно какие-то параметризуемые тексты, то, в общем, вот инструмент типа по-expander не самая плохая штука. Такие дела. Ну, последнее, на что я сошлюсь, и мы всё-таки займёмся делом, это теоретический язык программирования трак. Он абсолютно птичный. Вот эта штука вычисляет число Фибоначчи, как это мы верим автору этой штуки. Не советую в это вдумываться. Но он достаточно остроумный, значит, на нём даже было много чего в своё время было сделано. Он был предназначен как раз для нескорбних архитектур. Тоже, кстати, обратите внимание, всё тоже та же самая история. Язык, который непосредственно был предназначен для работы в машинных кодах, в тех конкретных архитектур. Кстати, в Лиспе тоже есть макросы, но они играют роль как в C++, как в C при процессе. Всё. Значит, мы с вами дошли, наконец, извините, что так долго дошли до того языка программирования, о котором сегодня чуть-чуть поговорим, сколько успеем. Значит, и эта штука называется М4, он в этом списке есть. Где-то тут. Ну, короче, он там есть. Вот он, М4. Заметьте, кто у них автор. Так, на секундочку. Это Деннис и Брайан, то есть люди, которые стояли, которые, собственно, авторы языка оси. И этот язык жив до сих пор именно из-за вот этого. Из-за того, что всё ещё очень популярная система автонастройки и сопровождения проектов при разработке, в первую очередь на оси, да, написана на этом самом М4. Вот. Ну и мы, значит, с вами тоже этим М4 займёмся. Значит, М4 устроен ровно так, как мы с вами говорили. На вход подаётся текст, в нём находятся какие-то макросы, на выходе, значит, в нём находятся определения макросов и их подстановка. На выходе подстановка макросов осуществляется всё. Ну, то есть, ну, реально, вот давайте сейчас как-нибудь так сделаем. Вот файл запишем какой-нибудь, да. Вот тут будет какой-то текст. Вот тут будет макрос. Давайте мы шпаргалку подглянем, чтобы define, естественно. Вот. Макрос. Большие буквы необязательны. Я просто... Вот. Ну вот. Давайте всю эту фигню обработаем М4, заодно поймём, как в М4 решена проблема с пробельными символами. То есть, я вангую, что вот здесь вот произойдёт постановка кве-кве. Давайте вместо кве-кве напишем что-то типа бу. Вот. А вот дальше непонятно. Кажется мне, что вот в последней, в пятой строчке тоже произойдёт постановка. Но это надо увидеть. Вот давайте и посмотрим. М4 из файла текст. Вот. Значит, что здесь на себя обращает внимание? Давайте сравним эти самые два файла. Здесь на себя обращают внимание две вещи. Что, во-первых, в М4 проблема выделения лексем решена таким способом, что лексемы – это, видимо, идентификаторы. Я сейчас не буду точно врать, но мне кажется, что да. Надо посмотреть, что именно входит в… Давайте посмотрим. Раз уж интересно. Какие-нибудь ещё. Точка, запятая, двоеточие какой-нибудь. Что ещё там может быть? Подчёркивание. Вот. Ну вот. Я оказался прав. Правда, очень похоже на то, что последовательность букв символов, букв цифры символ подчёркивания является словом, всё остальное словом не является. Как только видит такую последовательность М4, он подставляет макс, ежели таковы имеются. Вот. Собственно, вот. Значит. Да. Мы с вами воспользуемся некоторой таблеткой. Значит, если у вас нет доступа к линукс-системе, вы всегда можете взять любой онлайн линукс-интерпретатор, какой-нибудь, в котором, ну, там, типа, реплята, в котором есть М4, открываете М4, и всё, он там есть. Поэтому линукс ставить для того, чтобы было М4 на машину необязательно. Вот. А если у вас есть линукс, то можно даже некоторую таблетку применить, которая называется, которая называется RealWrap. Только надо ему сказать, чтобы подсказка была. Сейчас скажу, минус-минус help. У-у-у, ничего себе. Надо будет более интересным сделать. Ну, ладно. Во. О. Чтобы можно было сделать настоящий репл, да? Что такое репл? Read. Eval. Print language. Print чего-то там. Loop. Read. Eval. Print loop. Чтобы можно было ввести команду и вывести. И сразу вывести. Вот. Я пропустил ещё одну важную вещь, когда говорил, давайте сравним эти два текста. Вот. Обратите внимание, вот на что ещё. Где он тут? Сейчас. Ой. Ну, куда ты, куда ты побежал? Куда ты побежал? Одну вещь, которую я тоже хотел сказать. Кто видит некоторые странные, но принципиальные различия между этими двумя текстами? В чём оно состоит? Никого ничего не смущает вот здесь? Да. Значит, она совершенно объяснима, если призадуматься. Но она очень навязчива, как это... Пустые строчки. Это та самая проблема, всё та же проблема квотирования и пробельных символов. Вот эта пустая строчка. Здесь у нас было определение макроса. Оно, конечно, съелось. Мы макрос-определили. А пустая строчка между вот этой строкой и вот этой. Кто её за нас удалил? Правильный ответ – никто. Ну, какой смысл? Вот. Мы не сказали её удалять. Поэтому в действительности есть такой специальный макрос, который занимается удалением вот этой самой пустой строчки. Вот. Она называется DNL. О! Вот. Выглядит это совершенно странно и, как это, немножко несинтаксично, но так это принято в М4. Ну вот. Следующая история – это, конечно же, история про квотирование. Помните, да, мы должны иметь инструмент, сообразно которому макропроцессор отличает текст, похожий на синтактические инструменты самого макропроцессора, от текста, который точно таковыми не является. Ну, смотрите. Давайте мы запустим вот такую штуку. Да, скажем, define outer Ну, вот как-то у меня был… Ну, хорошо, неважно. Ну, хорошо, outer. Так, ну, все хорошо, а как мне сказать, что автор? Ну, да, я могу сказать вот так, конечно. Никто меня не… Ну, вот здесь вот, как сделать, чтобы первое слово было автором? Ну, надо взять в кавычки, кавычками в М4, если вы их не переопределили, их можно переопределить, является пара открывающей, то есть, гравис и апостров, то есть, обратной кавычкой и прямая. Вот. Вот вам, пожалуйста, значит, как происходит закавычивание в М4. Мы просто берем и ставим гравис и апостров. Да, значит, как все это происходит в дальнейшем? На эти грабли вы будете наступать все время, когда будете программировать на М4. Давайте даже не так. Сейчас еще раз выйдем. Здесь напишем, что автор я. Все хорошо, да? Как бы. Как вы думаете, что сейчас произошло? Давайте поменяем их местами. Сначала скажем вот так вот. Почему в первом случае сработало, а во втором нет? Ответ очень простой. Обратите внимание, что я не использовал нигде кавычек. И это значит, что вот здесь вот, так же, как и здесь, произошло не переопределение макроса автор. Потому что к этому моменту автор уже раскрывался в ми. Давайте посмотрим это. Вот, значит, сначала ми, потом автор. Вот. Смотрите. На самом деле мы определили макрос автор, и он раскрывается в ми. А вот здесь вот, когда мы это определяли, макрос автор раскрылся в ми, а ми уже раскрывается в а точках ларк. Нормально. Да? Логично. Поэтому, когда мы пишем автор, он раскрывается в ми, а ми раскрывается в а кларк, и все хорошо. Все хорошо. После... А вот если сделать в обратном порядке... Да? Ну, давайте сразу вот так вот. Знаете, что будет? Мы определили макрос под названием а точка ларк, и он должен раскрываться в ми. Но он, естественно, не раскроется в ми, из-за... в ларк. Из-за того, что... А как? Это два... Две лексема, а не одна. Вот и все. Соответственно, когда мы пишем автор, он раскрывается в а точка кларк, ни одна из этих лексем ни во что не раскрывается, а то, что у нас есть вот такое определение, мы этим даже воспользоваться не можем, если только не скажем специальный макрос, который называется... который называется, сейчас скажу как... Индир. Индирект. О! Вот тут мы макросу Индир переслали на вход в качестве параметра строчку а точка кларк. Он посмотрел в список макросов, нашел там макрос под названием а точка кларк. Вот он. Где он тут? Вот он. Ну и раскрыл его нам в ми. Так? А просто в строке мы не можем это сделать. Да елки-моталки. Да? Это закавычный макрос. Короче, вот. Вот. Значит, поэтому в практике программирование на М4 всегда лучше вот здесь вот ставить лишние кавычки. Никогда не будут лишними на самом деле. Вот если бы мы написали вот так вот, да, то все бы было хорошо. Так, сначала автор кларк. вот в этом случае произошло действительное преопределение макроса автор, потому что мы взяли это слово в кавычки, и именно оно приехало макросу define. Да? Давайте посмотрим. Да? Видите? Вот после этого здесь определился макрос, как раскрывался в авторкварк, но мы еще раз переопределили его. И это значит относительно правил квотирования. Соответственно, чем глубже у вас гирлянда этих самых вложенных макросов, тем больше этих как грависов и апостров вам придется ставить, чтобы, не дай бог, там что-нибудь никуда-нибудь не открылось. Так, значит, провложенность. Провложенность это тоже интересно. Define. Прямо поставим кавычку. Define. А, def99, да? Да. Опять поставим кавычку. Define. Ну, скажем, numb bumf numf 99. Тоже можно было взять в кавычки, но до хрен. так, теперь давайте закрывать кавычки. Вот здесь закрывается кавычка. И, кажется, все. Да, вот там по уму надо тоже взять в кавычки, но 99, кажется, не может быть, не раскроется, как макрос. О, забыл dnl, но не важно. Что сейчас произошло? Мы определим макрос, который называется def99, он называется, где он? А, вот он. Который называется def99, который, в свою очередь, раскрывается в define numf 99. То есть, если мы сейчас вызовем def99, вместо него подставится вот эта строка, эта строка, в свою очередь, содержит макроопределение, вместо нее поставится ничего. Подставилось ничего. Но, как нетрудно догадаться, в этом самом списке макросов появился макрос numf вот если мы начнем забывать кавычки и напишем ну вот хотя бы так, ну давайте даже даже это лучше напишу руками. Забыли вот эти кавычки. Что сейчас произойдет? Вот произошло вот сейчас. Ваша версия. исходя из логики макро-подстановки. Если посчитать кавычки. Все? Никто меня уже не догоняет? Правильно. Значит, во-первых, эти оба определения сработают, уже сработали в момент обработки этой строчки. И это значит, что макрос def99 чему равен? В пустой строке. Правильно. Давайте посмотрим наше предположение. точно. Макрос def99 равен в пустой строке, а макрос num уже сработал. Потому что мы забыли вот эти кавычки. Вот. Ну, вот тут пример тройного раскрытия. Вся та же история. Стоять и все кавычки. Не будете их ставить, эта штука произойдет в момент вызова. короче, вот. При этом обратите внимание на автоматическое расковычивание одной пары гравис-апостров при вызове при вызове макро-подстановки. Да? Там внутри они уже как бы без кавычек проезжают. Без одной пары кавычек. Такие дела. Значит, ну, давайте тройную напишем, ради интереса. как там у нас да, вот еще внутри значит вот этот можно прямо вот так написать. Да? если мне не изменяет природная наблюдательность, то примерно так это и выглядит. Нет. Надо еще этот define закрыть вот здесь. Во! Вот такая страхолюзина. Бубух. Нет, я где-то ошибся. А, понятно. Вот так надо было делать. Вот. Давайте посчитаем. Вот это внутренний вложенный макрос. Он заключен вот в эти кавычки. Вот здесь произойдет define. Значит, вот этот макрос будет передать num как 99 и при этом задефинит вот эту штуку. А этот макрос соответственно вот дев 99 сейчас у нас должна быть сейчас она должна быть только дев 99 вот он. А при вызове при вызове дев 99 у нас должны все три раскрыть. Нет. Определился макрос num. Ну, где он тут? коломене. Не вижу. В упор не вижу. А, не там скобочки? Давайте посмотрим. А мне кажется, что нет. А, его там просто нет выходить. Сейчас, давайте подумаем. Раз, два, три, вот одна из них лишняя. Раз, три, четыре, раз, три, четыре. Нет, их правильное количество. Ну, вот начинается. Во. так, пробуем еще раз. Дамп. Так, здесь вроде все нормально. Вызываем дев 99. Вот, правильно. А, дип у нас еще не определено, потому что мы num не вызывали. Вызываем num, а он определил дип. Вот, вот теперь спасибо. Вот такая вот фигня. Значит, и это что касается вложенности и раскрытия. Значит, условные операторы, как мы уже с вами говорили в начале разговора, это операция на сопоставление, сопоставление шаблонов, ну, не шаблонов, строк, или на пространство имен. Да, если есть и в дев, а есть вот, да, если мы говорим define ну, что там, ку-ку-ку, вот, да, то if дев if дев ку-ку-ку а, б, кажется, так, б, а почему? А, потому что надо было ему ку-ку-ку-то передать, вот, ну, вот, в первом случае мы проверили определенный макрос с пустым именем, потому что ку-ку-ку раскрывается в пустое имя, и он не определен, поэтому раскрылся как B, а если мы определим, все-таки закавычим его, да, вот, пожалуйста, вот, а здесь, а здесь B, потому что тут вот уже пусто после раскрытия макрос ку-ку-ку, вот, это на пространство имен, для того, чтобы его, можно сказать, андев, fine, ку-ку-ку, и теперь вот, я же сказал define, а, сказал то же самое, сказал define, пустое слово, вот, теперь вот так, вот, теперь макрос ку-ку-ку не определен, вот, ну и то же самое на сопоставление, мы можем сказать и фелс, и фелс, а, б, ц, д, и это следующая штука, сравнивается, вот эти два параметра, если они одинаковые, то выводится, вот эта строка, если не одинаковые, то вот эта, они не одинаковые, потому что а не равно б, но если мы скажем define, ну скажем, а запятая б, только вот так писать не надо, а надо писать вот так, а то мало ли, что, вот, то вот теперь этот фелс сработает, ну потому что а это на самом деле б, вот это на сопоставление, кстати, у фелса есть много вложенные эти, вложенные, мы можем написать еще там, не знаю, цц, д, и дальше, истина, е, а иначе d, вот как-то так, да, видите, d вывелось, почему? Потому что цц не равно dd, а вот сейчас выведется ee, вот, почему? Потому что а не равно b, значит, не ц, берем следующий триплет, ц равно d, цц равно dd, равно, мы только что определили, что это одно и то же, значит, выводится ee, а в противном случае, если ничего не получилось, как в этом самом дефолте, да, выводится d, ну вот примерно такая множественная оператор распоставления. Вот, что касается типа данных, мы помним, что есть такая тема в макроподстановках, что хочешь не хочешь от всего вот этого безобразия, красивого, надо к real life переходить, а в real life, например, арифметические операции нужны, но кто нам мешает ввести функцию мета, макрос e, который будет раскрывать который будет раскрывать сейчас это, это e2718, это, ну хорошо, e, он умеет только в, он умеет только в, нет, оу, а, ну я молодец, он умеет только в целые числа, вот, ну на самом деле, нет, ну тогда не знаю, как, как там вызов системы, а, можно почитать man, сейчас, секунду, не man, info, тут много всего, мы, наверное, всего не успеем, системы называется, системы, помните, я говорил, что есть таблетки, ну тут тоже есть таблетка, не знаю, там можно питон запустить, даже не так, смотрите, да, о, смотрите, syscmd, кавычки, эти самые, python3 минус c, ну скажем, e умножить на 2, e-not defined, а почему? а потому что кавычки, понятно, спасибо, а, print, print, да, print, и тут нам не хватает кавычек, сейчас, что нам не хватает, нам не хватает кавычек, нет, нормально же, синтаксическая ошибка, это кто сказал, это шелл сказал, это шелл сказал, нет, там все не так, не так просто, эту скобку шелл решил интерпретировать, да, не получается, короче, вы меня поняли, да, вот я бы даже, наверное, что-нибудь такое придумал, но я, вот, мы знаете, что можем сделать, этого не было в лекциях, но давайте мы это сделаем, мы можем сделать, сейчас, это интересный момент, но на самом деле, тенечку вот, о, так, все сейчас будет, ченджи, о, смотрите, так, теперь у нас с кавычками являются больше и меньше, поэтому мы можем смело писать вот здесь вот, одни кавычки, а здесь другие, а чтобы, ну, сейчас, да, и чтобы поставить вот так, а, слушайте, not defined, а, ну да, естественно, е, да, что ж такое, так работает, сейчас, последний момент вот на самом деле надо было написать вот так вот так вот вот так вот вот так вот и вот так вот победа другой способ думать тяжело в него перестраиваться change квота кстати я так понимаю можно было без чашку это обойтись обратите внимание что здесь нет ни одного апострофы да мы могли смело написать вот так но надо двигаться дальше все мы могли смело написать вот так ничего не изменилось двигаться дальше значит что еще параметрические макросы через доллар можно когда вы пишете макрос define макро дальше а дальше вы собственно подстановку делаете ну можно написать так давайте прямо с копипастим слушайте давайте копипастим из примера чтобы чтобы нам не вот значит что я здесь задефанил задефанил макрос под названием парам который раскрывается следующим образом вот это все параметры это все параметры но каждый из них квотирован это количество параметров это первый первый это второй пробуем все параметры а б ц д все заквотированные параметры тоже а б ц д но мы помним чем они отличаются видите здесь раскрытие а произошло потому что при каждом вызове макроса одна пара кавычек игрались раскрывается а здесь не произошло потому что это другой способ воспроизведения параметров у них в этом месте кавычки не раскрывает они раскроются дальше но здесь мы их воспроизводится в квартирном виде вот это от этим отличается долго звездочка доллар блямбочка между прочим шелли точно так вот это количество параметров 4 это 1 это последний значит есть специальная особенность такая если вы вызвали макро без параметров то у него параметров 0 а если вы вызвали со скобочками то у него параметр 1 и он пустой такая странная синтаксическая за аулина вот цикл это рекурсия давайте опять же с копипастим тяжело копипастить надо это написать все таки давайте тогда напишем значит define чё напишем лен лен это что такое это мы естественно вот так это и филс и филс и филс что пустой ли у нас первый параметр первый параметр пустой и если да то длина лен 0 а если нет мы вызываем лен и называем его во первых уже должны сложить его от чего его от лен от единицы плюс лен единицы плюс лен а чего лен а дальше вызываем функцию суп стр строковую функции тоже есть помните в библиотека функции все вот это собственно чего суп стр от первого параметра начиная с первые с первые элементы кажется так до пинь-пинь бах пинь-пинь бах пинь-бах нет да что все закрыл бах пинь бах пинь-бах вот так надо еще одну скобочку закрыть да вот там нет что сделал неправильно давайте попробуем скопипастить в чем разница а вот тут скобку забыл ну вот смотрите лен от кве чё а почему здесь не получилось да потому что у нас уже был макрос лент причем кривой вот это рекурсия мы рекурсивно вызываем функцию лент плюс один от под строки начиная с первого с первого вот еще чего есть цикл по этому самому цикл по нам еще две вещи две темы надо пройти чуть хотел потрогать цикл по счетчику он организуется параметром shift макросом shift макросы выкидывает первый параметр второй делает первым и так далее то опять же как в шелле чувствуется что авторы явно были как пытаем в одной ком в одной команде с автором шелла да значит давайте для быстроты скопипастим это вот значит давайте и посмотрим что тут написано превёрс это будет макрос который будет переворачивать нам строку будет проверять не строку после последность параметров видимо будут проверять количество параметров если их 0 то ничего если их один то просто первый параметр обратите внимание на двойное квотирование потому что тут поставится доллар один а уже привык при вызове поставится конкретный параметр да и реверс shift и здесь подставляются закавыченные то есть без расковычивания все параметры кроме первого потому что shift вот и после него же поставляю сторону доллар один давайте проверять верс вот и кто-то еще запятую туда вставляет а вот она нет не вижу запятой а вот это запятая вот это запятая она обычная видите она вне скобочки давайте вместо нее поставим что-нибудь такое ну вот такая вот такая вот такая вот штука да значит еще раз если длина по количество параметров 0 ничего количество параметров 1 единица но поскольку нам нужно это в момент вызова того реверса поэтому он дважды акватирован дальше или реверс всех параметров кроме первого а за ним идет первый ну вот примерно такая штука управление пространством умен мы с вами уже видели мы с вами уже видели применение макса индир вы можете задать такие имена которые нельзя которые не распознаются как ли все мы но их можно индирект ли специально вызвать а ну давай раскрой макрос под названием скажем доллар о и он раскроется тут ничего такого нет ну в частности люди написали массив на м4 вот за счет квадратные скобочки тоже можно включить название макрос вот это вот все вот интересная штука пуш дев и поп дев 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 ну скажем инкар дефайн инкар инкар естественно вот так евал значит мы 1 плюс доллар доллар 1 да как то так до раз два раз два раз два вот так пуш дев ну прям вот так вот сделаем поменяем тут только на на 10 поп дев вы можете временно внутри контекста заменять определение потом их обратно вместе меняю выкидывать и один тот же макрос будет начать другой и последний на сегодня темы видимо дальше просто скажу две вещи на этом мы закончим просто скажу уже тем него рассмотрим это переопределение потоков вывода значит бывает нужно как бы поместить некоторые преобразованный нами текст какой-то карман и в нужный момент из этого кармана его выковырить вот поскольку это не совсем часто встречающаяся ситуация для языков макро подстановки тут предмены сделано такое значит ну то есть нет переменных которые хранят эти самые тексты 20 но зато сами сами потоки вывода могут быть пронумерованы их может быть более 1 и по умолчанию мы все переводим в нулевой поток а можем взять и перевести это надо уже на самом деле вот так делать перевести в какой-нибудь другой ну например текст 1 текст 0 идет в нулевой поток дальше говорим divert divert ну скажем во второй поток текст 2 идет во второй поток дальше говорим divert ну скажем в первый текст 1 divert идет в первый поток дальше возвращаемся в текст 01 вот значит я мангою что будет выгнать текст 0 и текст 01 текст 1 текст 2 текст 22 будет не выгодно вовсе давайте проверяем вот где-то я забыл днл а вот здесь я забыл днл вот он вылез вот если вам нужно вставить какой-то поток немедленно в том в тот момент когда все накопилось вы можете сказать вот здесь вот скажем вот здесь вот где-нибудь скажем диверт 2 и второй поток тут тут же выведется а вот он видите вот там где вы сказали он девят он тут же выгодился при этом если вы продолжите продолжите его набивать он выгодится дальше короче что-то вроде такого массива с выводами до которые можете манипулировать достаточно свободно так ну вот пример значит пример что еще что еще значит поддерживается в м4 естественно поддерживаться всякие инклюда поддерживаться некий системной библиотеки в которых например написаны более удобные форматы циклов сейчас покажу тут много всего кстати реверс определение реверса который мы с вами делали вот определение циклов хитрого и так далее вот там много всего интересно кстати диверт-андиверт оказывается оказывается являются являются макросами а нет смешно ну вот значит эта библиотека что еще систем д который мы с вами уже потрогали так основательно и его всякие варианты вот и последнее что надо сказать на сегодня по части сегодняшней лекции это про понятие макро взрыва обратите внимание на то что на начало нашей лекции когда мы говорили про алгоритмическую полноту да безусловно наличие рекурсивного рекурсивной подстановки макроса если можем передать им и макроса в качестве команды мы это делали сегодня приводит к тому что у нас есть возможность интерации но в отличие от других языков программирования результатом макро подстановки будет развернутая подстановка всех макро вызову если ваш макрос тысячу раз выполнялся у вас будет 1000 строк в конце концов это совершенно не несло неплохо потому что мы и хотели чтобы у нас на выходе было 1000 строк но имейте в виду что результатом макро подстановки является не исполнение вот этих штук со скобочками которые макросы они функции обставка вместо них текста при этом мы не грешим мы не грешим алгоритмической полнотой потому что алгоритм как вы помните должен быть конечно а если алгоритм конечно то нам в общем то все равно мы выполняем тысячу команд путем прыжка назад и повторного выполнения того же самого кода или мы выполняем тысячу команд кода и то и другое является алгоритмически полным кусочком вот соответственно главная проблема макро из больших 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 программ на макро языках это экспоненциальный рост количество того что порождает макрогенератор да вот если кто-то из вас когда-нибудь много программировано макро асценбери надеюсь что то вот ровно там эта проблема возникает вы пользуетесь какими-то примитивами внутренних используйте другие примитивы и в результате у вас получается асценберный код который потом отлаживать уже вообще-то нельзя потому что состоит из 200 тысяч строк или чем-нибудь такое вот главная проблема практическая проблема используя макро языков это я собрал она все таки не не экспоненциальный рост а полиномиальные только степень полинома может быть очень высокой да ну вот соответственно если мы вызываем вложенные макросы у нас из там из одного макроса вызывается 10 из этих 10 еще 10 2 не зря конфигурент занимает 6000 строк из там 30 исходных ну вот вот с макро взрывом есть проблема все значит если есть вопросы задавайте я сейчас расскажу про домашку сначала вопросы по лекции если они есть домашка будет такая я еще не написал вот этот генератор есть генератор за прошлый год возможно новый будет почти такой же этот генератор написан на м4 вы запускаете а он вам выдает исходный вам выдает условия вашей задачи давайте вы самостоятельно себе генерить условия задачи значит вы в качестве запускаете его следующим образом тут лишнее вот так вот вы запускаете из командной строки в том месте где вы добыли м4 вот рандом вместо рандома вы подставляете нужное вам число значит делайте это столько раз сколько захотите в том смысле запускаете вот эту строку потому что вы выбираете себе тот текст те задания которые вам понравились с тем случайным числом который вам понравится понравится но может вам вот по какой причине задание 2 3 уровней сложности от 4 до 6 баллов самые простые там самый самый простой вариант самые сложные там есть всякие подводные грабли вот в заданиях будет предложено сгенерировать работающую программу носили бы паскаре вот именно поэтому вы можете много раз пробовать чтобы добиться того чтобы программа была на нужном вам языке и нужной вам сложности вот эта программа должна уметь компилироваться вот и работать делать то что она должна делать но генератор должен быть написан на м4 вот сейчас можно даже посмотреть в прошлый год сходить и посмотреть как это выглядело в прошлом году в этом году будет примерно такой же так пробуем ну вот если вы не указали случайное число номер то будет номер 1337 этот номер запрещен все остальные можно вот вычислить форму очень простая форму вот эта формула написаны на входе на выходе должен быть программа на паскале который эти формы интерпретирует здравствуйте вы вы бы к нам да сейчас я сейчас я тогда заканчиваю ну собственно все еще вопросы все таки еще еще вопросов не менее как это гораздо проще хотеть меньше и не больше чем ничего все тогда видимо все от у нас уже отсюда прям просят 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 вот значит я еще не проверю ваши домашки по первые но я их проверю вот